Это Даниил, или полностью Даниил. Он с Тирасполя и попросил стихотворение, созвученное с именем Карина. В синейком блокноте Святослава контакты всех заказчиков. Владимира из Дубосары, Евгения из Слободея и еще шестерых. Все они просили написать красивые стихи о природе или о любимых людях. Одна строчка «рубль» сразу предупреждает мальчик. Качество гарантирует. Природа, ты прекрасное видение. Боют твои мтички и цветы цветут. Ты даришь мне, природа, вдохновение. И безгранично я тебя люблю. Сначала Святослав хотел продавать старые игрушки, но мама запретила. Тогда вспомнил давнее хобби. Часто детям в школе писал стихи ко дню рождения. Получалось очень даже быстро, легко, и все потом хвалили. Почему бы на этом не заработать? Летом. Сказано, сделано. Я очень боялась за то, что люди поймут неправильно, что будут звонить, возможно, где-то посмеиваться, возможно, что-то, какую-то критику скажут ребенку. Поэтому, если честно, я не сильно поддержала эту идею. Но он тихонечко вечером, когда мы уже отдыхали, написал эти объявления. И потом сказал, мам, я разрешу. Вот такое объявление развесил Святослав. После того, как оно появилось в Вайбере ТСВ, юный поэт, что называется, проснулся знаменитым. Посыпались заказы со всей республики, даже из Гяпонии. Правда, с заказчиками везло не всегда. Недавно был заказ. Позвонила девочка и спрашивала, здравствуйте. Ну, как обычно, диалог. И говорит, что парню 21. Ну, я уже хочу записывать. И потом останавливаюсь 100. 21, а ей 10. Что-то тут нескладное. Оказалось, девочка живет в соседнем подъезде и просто подшутила. Стихи Святослав пишет за час-два. С музой у него особая связь. Приходит только, когда темы легкие. В остальном поэт рассчитывает на себя. Легкие темы – это у меня и тут день рождения и, допустим, про времена года. Про любовь – это, можно так сказать, для меня новый опыт, но я стараюсь писать. Когда просят, например, что-то с каким-то именем связать, это тоже бывает сложно. Например, когда у человека имя сложное, приходится включать воображение на полную и придумывать. У меня есть заказ. Девочка заказала признаться в любви парню, которого зовут Мухтар. Святослав признается, у него, как у Толстого, есть корректировщики – мама и бабушка. Если написано «нескладно», исправляют. За это Святослав дарит им цветы. Честно заработанные деньги мальчик тратит на машинки для брата, жвачки и чупа-чупс. Его творчеством все заказчики довольны. Значит, надо продолжать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова